Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня у нас с вами будет полезно-развлекательная программа, потому что мы раскроем секреты хорошего урожая, а также расскажем о том, что нужно делать, чтобы начать свое дело. Но об этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза, ночью в отдельных районах Сильный, с градом и шквалом, до 23 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 9,14, в горах до плюс 8, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске кратковременная дождь и гроза, ветер западный 6,11, температура ночью 12,14, а днем 22-24 выше нуля. С наступлением лета у владельцев огородов и дачных участков начинается горячий аппарат. Не знаю, как у вас, а моих соседей днем с огнем не найдешь. Целый день в своих огородах что-то сажают, поливают, удобряют, а потом делятся друг с другом результатами. И вот что интересно, у одних помидоры вот такие вымахали, а у других пропали. Что делать? За секретами хорошего урожая отправляемся в Рыген-Шахар. Огород хорош своим хозяинам, говорят в народе. А вот назвать приусадебный участок Галины Шавгеновой просто огородом язык не поворачивается. Это самый настоящий ботанический сад, чего тут только нет. Большое пространство занимают любимицы хозяйки, разнообразные цветы, которые радуют ее своей красотой практически круглый год. В конце февраля зацветают первоцветы, в марте их сменяют подснежники. Потом на свет появляются нарциссы, тюльпаны, ирисы. В конце мая на смену им приходят пионы и красавицы розы. И так до конца декабря. Говорят, растения хорошо живут там, где есть душа. Судя по тому, как бурно здесь все растет и плодоносит, живется представителем флоры на огороде Галины Назировны весьма неплохо. Хозяйка не только успевает ухаживать за этой красотой, но и воплощает в жизнь свои дизайнерские идеи. Огород для нее – лекарство от всех болезней. На огромном участке чистота и порядок. Здесь настоящее царство огурцов, перцев, кабачков, помидор. А картошка какая! И не подумаешь, что всего месяц назад, после сильного града, на этом месте торчали одни корешки. Как мы делаем? Я вот, допустим, перед тем, как посадкой выкопали лунки, положили сено чуть-чуть, потом положили туда залом, залом и ложим картошечки по две штучки и закрываем. Сено всегда дает тепло. Даже если вода в нем попала, она держит все это, и картошка получается очень хорошая. А зола? Золу потом делают тоже. Если я, допустим, вот бывает такой момент, если золы не оказалось у нас, обычно в ямку. А если нет, нету под рукой, уже потом сожгла там что-нибудь, обрезку там сделала, раз зола собралась. И по всему огороду раз-раз вот так вот везде насыпала и все. И ни жука нету, вот ничего нету. Очень хороший урожай. Выращенный по особой технологии, картофель дает хороший урожай. Его не покупают. Как не покупают помидоры, огурцы, морковь. У Галины всего вдоволь, хватает на всю семью. Не верите? Тогда загляните в подвал. Чего тут только нет. По 700-800 банок за лето закрывают. Зато когда внуки из далекого Оренгоя приедут, то это счастье будет. У бабушек ведь все так вкусно. Чтобы вырастить хороший урожай, Галина встает с восходом солнца. Целый день в заботах. Крутится, как белка в колесе. Хорошо, что младшая дочь помогает, хотя и студентка. Я прихожу с учебы. И пока я на учебе, мама и домашнюю работу выполняет, и помогает мне тоже. Как бы и я ей помогаю, то, что ей тяжелое нельзя поднимать, я ей помогаю тяжелое поднимать. И то, что ей нельзя делать, я делаю. А то, что ей можно, она тоже мне помогает. Против такого десанта овощам и фруктам не устоять. В семье Шовгеновых все тут долюбивые. Разнообразным вредителям тут не место. У Галины есть свои проверенные временем агрономические секреты. Вот, например, помидоры. Культура капризная. Но Галина назиранно знает, как вырастить хороший урожай. Рассада своя. Ее томатам никакие вредители не страшны. Раствор я делаю такой. Беру вот 10-литровую, допустим, вот водичку взяла. Потом беру борную кислоту. Примерно вот такого размера. Ну, вот так, столечко. На глазик. Раз. Потом беру молочка и йод. И это все потихонечку мешаю. Откуда вы это все знаете? Моя мама работала в плософозе. Здесь был агроном, работал Капусинский Василий Петрович. Это все от него. Он всегда говорил моей маме. А мне было лет 15, и я постоянно к ним приходила на работу. И он всегда говорил, что именно вот так вот нужно делать, чтобы были помидоры хорошие. Листики, чтобы не сворачивались. И будет хороший урожай. Действительно, это правда. У него плакат висел. Там коварадский жук был. И я говорю, Василий Петрович, а это что такое? Он мне говорит, не дай бог, и лучше и не знать. Это коварадский жук. Я говорю, ой, хорошо, что у нас нету его. А вот потом, через какое-то время, действительно, вот уже сталкиваемся с этим, что есть вот коварадские жуки. А раньше-то здесь не было же. И вот он нам советовал, что надо и картошку, и все. Но до коварадского жука, чтобы не появлялись обязательно, прямо сверху, с золой, прямо вот так вот обрабатывать на него. И не будет. Вот действительно коварадского жука и нету. Опрыскивать растения лучше всего вечером или рано утром в сухую погоду. Как говорит Галина Назировна, достаточно одной обработки, чтобы помидоры выросли крепкими и дали хороший урожай. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь советами Галины Шовгеновой, и будет вам счастье. Но если вы решите, что для счастья вам нужно обязательно заниматься своим делом, своим, пусть небольшим, но своим бизнесом, мы вам тоже поможем. Потому что сегодня у нас в гостях директор центра «Мой бизнес» в Карачае-Черкесии Диана Хубива и молодой, но достаточно успешный приниматель Нюр Ахмат Байрамоков. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли к нам. Дианочка, мы довольно часто в наших программах рассказываем, как помогает ваше учреждение вставать на ноги молодым предпринимателям, как вы дальше следите за их судьбой. Не просто стартовый капитал, какой-то проект помогли, но помогаете дальше, поддерживаете. Но тем не менее, давайте напомним нашим зрителям, что им делать, если у них есть идея, вот какая-то креативная своя идея, но они не знают, как воплотить ее в жизнь. Да, действительно, центр «Мой бизнес» как государственная инфраструктура поддержки бизнеса зарекомендовала уже себя с 2017 года. В 2017 году это еще был маленький центр поддержки предпринимательства. Сейчас это огромная структура, которая включает в себя несколько направлений. поддержки бизнеса. И одно из них – это поддержка молодых предпринимателей. В прошлом году у нас был пилотный проект. Мы выдавали гранты молодым предпринимателям до 25 лет. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, если у человека есть идея, у молодого человека, он может прийти в наш центр, пройдет сначала образовательные курсы, небольшой, недельный. Это азбука предпринимателей, школа предпринимателей. Мы считаем, что для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность, человек, особенно молодой человек, должен знать основы бизнеса. И поэтому наш курс направлен как раз на то, чтобы ввести его в предпринимательскую деятельность. После этого с этой идеей он пишет бизнес-проект, бизнес-план, и подает заявку на участие в конкурсе, на получение грантов до 500 тысяч. Для молодых людей, которым до 25 лет включительно, я думаю, что это неплохой старт, начать свое маленькое дело. Также к нам обращаются молодые люди, которые уже ведут свое дело. И, допустим, девочка открыла кофейню, но ей не хватало средств на оборудование. То есть гранты направлены как на открытие бизнеса, так и на развитие его. Поэтому молодым людям мы вот в этом году будем запланированы мероприятия по выдаче грантов и обучению их вот этим вышеуказанным программам. Кроме того, при центре «Мой бизнес» работает, действует Центр молодежного инновационного творчества, который представлен в городе Карачаевске и в городе Черкесске. В городе Черкесске он был открыт в прошлом году совместно с мэрией города Черкесска, который нам специально построили здание под этот СМИД, который, как коротко он называется. И сейчас наши молодые люди, помимо того, что пользуются услугами этого центра, такими как коворкинг, обучение робототехники, 3D-прототипирование и многим другим креативным и технологичным курсом, они, помимо того, там еще и проводят различные мероприятия, направленные на развитие и на открытие бизнеса. Туда приглашают различных спикеров, успешных предпринимателей, и уже вот стала доброй традицией, каждую неделю у них встреча, это называется встреча без галстуков, мы их поддерживаем во всех их начинаниях, и уверены, что вот дальше мы больше будем их, уже когда они уже стали предпринимателями, будем помогать уже с более крупными, допустим, финансовыми вложениями, или же будем, вот как, например, других наших предпринимателей, выводить на межрегиональные и международные рынки. Да, ну насколько я знаю, ваш центр действительно помогает и тем, кто хочет экспортировать свою продукцию не только в России, но и в другие страны. Вы выставки устраиваете, поездки? Да, вот у нас есть при структуре центр поддержки экспорта, который поддерживает экспортно-ориентированных предпринимателей. За несколько лет мы смогли вывести предпринимателей, которые еще ни разу не экспортировали свою продукцию. Это может быть и небольшие суммы, и небольшие объемы, но, однако, это дает им толчок смотреть шире, чем российские рынки. И вот так, не так давно мы были в Казахстане, это в марте, выставка была посвящена легкой промышленности, и вот мы повезли туда пять предпринимателей и вернулись оттуда с двумя контрактами. Я считаю, что это неплохая поддержка именно вот для тех, кто еще ни разу не выводил свою продукцию за рубеж. Спасибо вам за эту работу. Нюр Ахмат, скажите, вы занимаетесь в сфере IT-технологий, да? Что у вас за предприятие и чем вы занимаетесь? У нас компания называется ООО «Эдисон». Мы занимаемся разработкой мобильных приложений, CRM-систем, сайтов и, в принципе, любых сложных IT-решений. И на самом деле наша продукция преследует одну из двух целей в любом случае. Первое – это либо экономия и оптимизация на каких-либо бизнес-процессах внутри предприятия, либо же дополнительный заработок. И вот таким образом мы работаем уже полтора года. На самом деле у нас уже достаточно интересное портфолио. У нас есть проекты в области фудтеха, в области логики, в области гостиничного бизнеса, в области туризма. И сейчас занимаемся разработкой уже непосредственно внутри Карачао-Черкесской республики для внутреннего рынка. У нас летом будет анонсирован проект, который направлен на представителей легкой промышленности. Это наша собственная разработка, скажем так, Made in KCHR. И очень надеемся, что наши продукты будут востребованы не только по России, но и внутри Карачао-Черкесской республики, среди наших предпринимателей. В общем, вы занимаетесь именно тем, что сегодня действительно наиболее востребовано. Об этом говорят самых высоких трибун и президент, и глава правительства России. Нюр Ахмад, а скажите, вы всего добивались сами или вы тоже использовались услугами центра «Мой бизнес»? Ну, как принято говорить обычно, что вот мы тяжело работали сами, пробирались через тернии к звездам, но на самом деле, если не лукавить, важно подчеркнуть, что центр «Мой бизнес», а раньше это был центр поддержки предпринимательства, как подчеркнули, они были на самом деле с нами с самого начала. Наше знакомство с Дианой Казимовной и с центром предпринимательства было в далеком уже, наверное, в 2018 году. Мы проходили, если я не ошибаюсь, образовательные курсы, участвовали в каких-то конкурсах образовательных, тогда мы были еще студенты, и потихонечку мы вот знакомились с продуктами центра предпринимательства, которые сейчас «Мой бизнес» ознакомились с сотрудниками, участвовали во всех мероприятиях, которые они организовывают, и потихонечку это все трансформировалось в такое большее даже партнерство. Даже дружбу, можно сказать. Да, даже дружбу, да. И с самого начала нашего пути центр «Мой бизнес» нас поддерживает и консультационно, то есть если мы говорим о каких-то документах о взаимодействии с органами власти, в участиях в каких-то конкурсах, тендерах и так далее и тому подобное. В любой момент мы обращаемся за консультацией, нам оказывают поддержку, дают полностью понимание всей картины и так далее и тому подобное. А потом информационная поддержка тоже, что немаловажно для бизнеса. Мы участвуем на разных выставках, в передачах, в телеканалах, нас приглашают постоянно на интервью рассказать о наших продуктах и это на самом деле для бизнеса огромная поддержка. Буквально недавно мы были в Казани, тоже по приглашению в центр «Мой бизнес», была выставка «Казань-экспо» и мы представляли Карачаево-Чешкесскую республику. Естественно, с нами были наши буклеты, визитки, там сконцентрировался бизнес всей России и не только. Там, если я не ошибаюсь, назывался форум «Россия-Исламский мир». Да, и были представители Турции, Азербайджана, стран СНГ и многих других стран. И мы со всеми этими предпринимателями общались, обсуждали наши проекты, которые уже реализованы для Карачаево-Чешкесской республики, на территории Российской Федерации, в разных сферах бизнеса. И, естественно, это интересует IT, интересно абсолютно везде. И мы можем имплементировать тот опыт, который был реализован здесь, на другие регионы не только нашей страны, но и за рубеж. Естественно, это для нас интересно, как для бизнеса, для Карачаево-Черкесии. Я надеюсь, что это тоже будет интересно, что вот именно из Карачаево-Черкесии распространяются очень интересные IT-решения, классные продукты, которые будут востребованы по всему миру. Скажите, Нюр Ахмат, а сколько вам лет? Мне 25 лет. 25 лет. Ну, тогда скажите, а откуда у вас фотографии с президентом нашей страны? Или это такой IT-шный ход, фотомонтаж? Фотография была до IT, на самом деле. Это был, наверное, далекий 2018 год. Опять же, была инаугурация Владимира Владимировича Путина, и вот меня, как представителя студенчества, пригласили туда. Вот, на самом деле, вот вся эта активность наша какая-то начиналась именно во время студенчества, и знакомство с Центром предпринимательства тоже начиналось во время студенчества. Потом была у нас вторая фотография с президентом, это уже был август тоже 2018 года, если не ошибаюсь. Президент приезжал на форум Машук, и была задача встретить президента, организовать экскурсию, показать, рассказать, в том числе про экспозицию Карачаево-Черкесской республики, которая там была представлена. И вот путем отбора, я не знаю, два-три этапа интервью мы проходили, нам не рассказывали для чего, мы не имели понимания абсолютно для чего это вообще все делается. Но в конце нам сказали, что осталось нас два человека, представительница Ставропольского края и я. Нам потом сказали, что мы будем встречать президента, у нас были четкие инструкции, мы готовились, и вот встретили президента, провели экскурсию, и вот вторые, другие фотографии были уже там. А какие чувства испытывали? Вот страшно было, волновались или гордились, когда знали, что вы будете саму президенту все рассказывать, показывать? Ну, естественно, это какая-то гордость, все-таки это первое лицо нашей страны, и на самом деле достаточно весомая фигура во всем мире, абсолютно. и у нас был такой момент, что нас знакомили, и организатор такой Владимир Владимирович, это Нюрахмат, и мне такие, это Владимир Владимирович, я такой, я знаю. Да, естественно, это такой интересный опыт, и, конечно, это было очень-очень интересно и очень познавательно. Ну, я дополню, если не против, Нюрахмат, на самом деле он немного скромничает, помимо того, что он являлся председателем студсовета с нашей академией, которая находится в Черкесске, он был одним из лучших студентов, и потом он после того, как закончил обучение здесь, бакалавра, да же ты? Да. И по моей рекомендации мы направили его в Санкт-Петербургский государственный университет, где я сама тоже училась и преподавала, и он там был одним из лучших студентов среди магистрантов, и я помню, что он даже там стал председателем, старостой всех курсов магистратуры, и общалась со своими преподавателями, с коллегами, они рассказывали, что это один из лучших студентов, и, помню, даже на стажировку в Китай его направили, да? Ух ты! И вы в Китай были? Да, у нас было две стажировки в Китае, тоже в рамках обучения в магистратуре, первый раз мы были в Сиянии, это первая столица Китая, если не ошибаюсь, и второй раз были в Шанхае, там недолгие стажировки, по четыре недели, если я не ошибаюсь, вот. Поэтому, я думаю, ну, Рахмат еще нас будет удивлять, и удивлять. Ну, я не сомневаюсь в этом. Спасибо, Диана, вам, за то, что вы помогаете нашим предпринимателям, направляете их. Я думаю, что для нашей молодежи, которая и творческая, и активная, и креативная, какая угодно, это большая помощь, большое поспорье. Потому что молодому человеку очень важно верить в свои силы. Поэтому вам процветания, успехов, приходите к нам в гости, делитесь с вами событиями, что у вас произошло интересного в жизни. Ну, а нашим зрителям я желаю хороших выходных, и не забывайте, что если вы хотите начать свое дело, добро пожаловать в мой бизнес Карачао-Черкесии. Вам помогут и поддержат. Всего доброго, до новых встреч в эфире.